Привет, мои дорогие, с вами Вадя Скетч, и сегодня у нас мод Доки Доки Салвейшн. Олды моего канала, скорее всего, помнят мой старый ролик по этому моду, который я снимал года два назад. Но он мне как-то не особо нравится по качеству, и поэтому я записываю такой некий ремастер, вот. Ладно, перейдём к видео. Начинается игра, но очень странно. Здесь Моника, судя по всему, пытается удалить Сайори, но у неё это нифига не получается. Также мы понимаем, что она, походу, потеряла контроль над игрой и осознала свои ошибки, а потому предлагает нам спасти. Кого спасти, это не уточняется. Естественно, игра это преподносит нам как наш сон. После него мы просыпаемся и ничего не помним. Сами события мода начинаются, кстати, с момента выбора Сайори перед фестивалем. Ну, в общем, мы просыпаемся и идём в ванную, чтобы выпить таблеток, а не то на фестивале мы можем свалиться на месте. Честно говоря, этот момент мне не особо знаком. Типа, когда это у нашего ГГ успела болезнь какая-то случиться, что он ест таблетки. И когда мы подходим к ванне, то замечаем, что посреди ночи у Сайори в соседнем доме в комнате горит свет. И честно, этот момент он реально неплохой. Мы представляем, как главный герой переживает за Сайори, когда он думает идти или не идти к ней, ведь он знает о её депрессии и что если ей наоборот помогать, то ей будет только хуже. И, как вы уже догадались, да, Сайори опять в петле, но при этом ещё не спрыгнула со стула. Это также довольно драматичный момент, хоть и немного подпорченный тем, что непонятно содержание прошлого их диалога перед фестивалем. То ли мы ответили взаимностью с Сайори, то ли зафрендзонили, непонятно. В любом случае мы ей признаёмся в первый или во второй раз, я не знаю, и в итоге она снимает с себя петлю. Позже всё-таки Сайори нам напомнила, что мы ей ответили взаимностью, но она в это не поверила. Все эти страсти продолжались до самого утра. Мы сняли верёвку с потолка и отправились с Сайори в школу. Хотя мы предлагали ей этого не делать и вызвать врача. Мы вернулись домой, переоделись, взяли кексы для фестиваля и выбросили эту проклятую верёвку. И вот день фестиваля. В литературном клубе царила по-настоящему праздничная атмосфера до тех пор, пока не пришли школьники и мы не начали читать стихи. Опять-таки, поначалу всё было замечательно. Девочки читали стихи. Стоит отметить, что они читали с неплохой озвучкой, хоть она и была на английском, потому что этот мод делался с зарубежными авторами. Но вот когда очередь дошла до Моники, то... Авторы, зачем? Почему нельзя было ей просто пририсовать мешки под глазами и оставить как было? Зачем ей надо было вот так вот упорото закатывать глаза? Как вы уже поняли, Моника была не в лучшем состоянии. Также, как вы помните, Моника до фестиваля пообещала поговорить с Сайори. И когда мы спрашиваем её, что она там ей наговорила, то получаем вот такой вот ответ. На этом странности Моники не заканчиваются. Даже после нашего ухода она продолжает булить Сайори. Она догнала нас на улице и предложила нам, вместо того, чтобы провести Сайори домой, пойти на вечеринку. Но мы, понимая, что с Моникой что-то не так, отказываемся. Проводя Сайори до дома, мы всё-таки интересуемся, что же тогда Моника говорила с Сайори. И в принципе, ничего нового. Она также булила, но в тот раз было настолько сильно, что Сайори решила повеситься. После того, как нам опять нужно было её успокоить, даже пришлось поцеловать Сайори. И тут мы решили не идти домой, а заночевать у Сайори. Потому что, а почему бы и нет? Наутро нам звонит вроде как поумевшая Моника и просто, как ни в чём не бывало, говорит нам, что урока в школе не будет. А, соответственно, и встречи клуба. Странно то, что она не предупредила в первую очередь своего вице-президента Сайори. Ай, да кого я мановый? Нифига, это не странно. И так понятно, что она её уже ненавидит. Ну, раз уж школы сегодня не будет, то и наш герой тоже решил отдохнуть с Сайори в их старом добром кафе, где они когда-то проводили своё время в детстве. Там они встречают человека, которого они не особо хотели видеть. Конечно же, это Моника. И вы не поверите, что она делала. Она опять бурила с Сайори. Наш ВГГ это уже реально стало раздражать, и он в открытую, конечно же, не послал, но сказал Монике уйти куда подальше. И каково же было моё удовлетворение, когда она послушалась и сварила. А мы, в свою очередь, просто классно провели время с Сайори. По пути домой мы встречаем Нацуки, и она начинает проситься переночевать у Сайори. Ну и чтобы объяснить, что произошло, Нацуки даёт нам поэму, а сама уходит ночевать к ней. У себя дома мы разворачиваем поэму, и видим, что это нихрена не поэма. Это записка от Нацуки, где она рассказывает о своих проблемах с отцом. На следующий день мы приходим в школу, заканчиваем уроки и идём в клуб. Там всё очень плохо. Моника пришла довольно поздно со своим упоротым невыспавшимся взглядом и просто начинает записывать что-то в журнал клуба. Не удивлюсь, если она написала нечто подобное, что мы нашли в её столе немного ранее. Естественно, в шоке не только мы, но и девочки. Мы с Нацуки решили отвлечься и пошли в кладовку читать мангу. Но в один момент Нацуки понимает, что Моника опять перемешала всю мангу и начала возражать ей. Не забываем, что Моника у нас в этом моде ведёт себя как чёрт, а потому начинает булить и Нацуки, затрагивая её проблему с отцом, за что и получает кулаком в... Нас это уже, мягко говоря, задолбало и после того, как ушла Нацуки, мы начинаем отчитывать Монику за её поведение и спрашиваем её, зачем она это делает. Думаю, не стоит объяснять, что происходит, когда задаёшь ей такие неудобные для неё вопросы. Следующий день похож на предыдущий, только на этот раз мы, Сайори и остальные девочки решаем немного поддержать Монику. Никакого результата, как вы понимаете, это не дало. Почти. Моника в этот раз решила немного проявить инициативу в жизни клуба и посоветовала прочитать стихи не в клубной комнате, а где-нибудь в красивом месте, например, как все решили на причале у моря. Также нам снится сон, где Моника принимает решение удалить всех попутно, нас также пугают сном с повешенной Сайори и снова наступает следующий день. На этот раз, удивительно, Моника пришла уже абсолютно адекватной и обычной. Сегодня мы решили, как будем добираться до причала. Моника предложила просто всех отвезти сама на машине, но наш ГГ отказывается под предлогом, что просто хочет прогуляться пешком. Наступает вечер, Моника с Юри нацуки подъезжает к нашему дому, где уже находимся мы с Сайори. Очень необычно видеть Монику за рулем автомобиля, когда это она успела права получить. Зачем-то мы решили все-таки поехать на машине, но нашим новым планам было не суждено сбыться. Во-первых, машина Моники была очень маленькая, а во-вторых, из-за своих размеров большую часть заднего сидения занимает Юри, и поэтому мы тупо не вместились в машину. Девочки уехали, а мы взяли велосипед и погнали своим ходом, благо ГГ знает короткий путь до причала. Сначала вроде как все было хорошо, мы приехали на причал первыми и спокойно переписываемся с Сайори по ее уговору, чтобы ей не было так скучно. Но в один момент связь Сайори и с остальными девочками быстро обрывается. Никто из них не ответил на звонок. Вдруг мы слышим сирену машиной скорой помощи и ощущая, что что-то не так, полным ходом едем на велике за ней. И как оказалось, не зря. Машина Моники каким-то образом попала в аварию. Почему каким-то образом? Да потому что в том районе, где они ехали, не было абсолютно никаких других машин, что очень странно. И вдруг мы дозвонились до Сайори и она нам говорит, что все они находятся в больнице. Собственно, мы пришли в больницу и нам дали направление, где и в каких палатах находятся девушки. Кстати, обратите внимание, что палата Моники под номером 404. Для справки, 404 это номер ошибки в браузере, когда сервер не может найти ресурс по вашему запросу. Может это такой намек на то, что Моника это ошибка? В любом случае, сначала мы идем к Сайори, затем к Нацуки, потом к Юри и после идем к Монике. В общем, ситуация такая. Сайори и Нацуки еще легко отделались. У них сломались руки, вроде как правые. Хотя Нацуки могла пострадать еще сильнее, если бы не Юри, которая ее прикрывала. У нее же сотрясение мозга, наверное, настолько сильное, что врачи решили еще дать Юри такую жирную дозу успокоительного, что при разговоре с ней она ведет себя как овощ. Хуже всего досталось Монике. Как именно не уточняется, но факт в том, что она лежит сейчас без сознания. Приходя к ней в палату, мы благодарим ее за то, что она пыталась сделать этот день лучше и что она в принципе неплохой и замечательный человек. От наших слов, Моника как будто восстает из мертвых и поясняет нам, чтобы мы любили только ее, ну и что-то в этом духе. Итак, кончается первый акт мода Доки Доки Салвейшн. Раньше я думал, что этот мод посвящен тому, как мы спасли Сайори от ее депрессии. Но это спасение по факту закончилось в самом начале, в тот момент, когда мы убедили Сайори не вешаться. Но сейчас понятно, что в этом моде будет спасение чего-то другого. Может только Моники, может только Сайори, Нацуки и Юри, а может вообще всех. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем сайонара. Сайори.